Сегодня работники организации Дагнефтепродукт вышли на митинг в знак протеста задержания своих коллег. Накануне двух диспетчеров и четырех операторов товарного отдела предприятия взяли под стражу сотрудники ФСБ. Со слов митингующих, это женщины пожилого возраста и у многих из них проблемы со здоровьем. Парализована работа предприятия, которое занимается услугами, международными услугами. Две смены обезглавлены, остальные все вышли сюда на протест, выражают свое несогласие с действиями правоохранительных органов, отказываются от работы. Бестысячный коллектив, парализована работа по маршрутам трубопровода, по маршрутам моря, железная дорога. Это скандал, большой скандал. Для нас руководство это очень серьезный инцидент. Люди немолодые, люди больные, нездоровые, имеющие определенные диагнозы и так далее, которые противоречат тому, чтобы они были задержаны и сутками находились под арестом. Переживает за свою мать и Аким Бабаев, которую он не видел уже сутки. В здании ФСБ ему выдали ее личные вещи, а адвоката в управлении и вовсе не пустили. Моя мать в августе месяце лежала в больнице, она выписалась, у нее проблемы со здоровьем, ее надо оперировать. Ей 59 лет, она в марте месяце уходит на пенсию, она человек в таком возрасте, она же не убегает никуда. Мне сказали, двое суток ее будут держать, я не знаю, она голодная, она холодная, что с ней, я не в курсе. Я не могу к ней пройти, я не знаю, как она себя чувствует, я этого ничего не знаю. Можно же отпустить, это взрослый человек, она уже бабушка. Зайдите к нам домой, пусть у нас дома допрашивают, я и чай налю, и кушать приготовлю, все дам. Мы же никуда не убегаем, куда мы убежим, мы простой народ. Однако, по информации силовиков, все задержанные проходят фигурантами по уголовному делу, возбужденному в августе текущего года по признакам преступления статьи 226 УК РФ, контрабанда стратегических ресурсов. Как пояснил источник в правоохранительных органах, сейчас идут следственные мероприятия, и ничего незаконного в задержании сотрудников предприятия Дагнефтепродукт нет.